В Бахмуте сегодня настоящий ад. Российские войска интенсивно обстреливают населенный город, где еще остается около десяти тысяч населения. Здесь постоянно работает вражеский миномет и мы только что слышали автоматные очереди вооруженные силы Украины. Рассказали нам, что они сбивали беспилотник, вражеский беспилотник, который завис над местом, где люди набирают воду. Вы сейчас слышите просто такие постоянные взрывы. Вот так выглядит вражеский беспилотник. Сбить его украинским военным очень трудно. Тот поднялся слишком высоко. Спустя несколько минут наши бойцы пробуют еще. Мы уходим с этого места, понимая, что беспилотник корректирует огонь по мирным жителям. Но укрыться здесь очень трудно. Передвигаться по городу крайне опасно. Это может стоить жизни. На днях будет четыре месяца, как российские войска пытаются взять под свой контроль Бахмут, просто таки стирая его с лица земли. Местные рассказывают, тела убитых горожан просто лежат под открытым небом. Серега лежит. Уже неделю. Уже неделю. И, значит, бабушка Валя. Она в хате лежит. Она в хате лежит. Ну, как мы туда полезем? Я понимаю, мы же с этих соседей как живем? А полиция сказала, не трогать. Без нас не залазить. У них не проезжает. Ну, бабушка Валя уже на руках дней пять лежит в доме. А Серега уже неделю лежит на улице Красной. Вышли, он лежит. Мы его накрыли просто одеялом. А тут мы что, специалисты в этом деле? Ну, мы просто накрыли как соседок. Стрельба была тогда ночью. К нам всё время подходят люди и спрашивают контакты волонтёров, которые занимаются эвакуацией. С наступлением холодов и обострением ситуации в городе желающих выехать больше. Надо вывезти пожилого человека, женщине 73 года. Она одинока. Живёт сама с четырьмя собаками. Крыша пробита у неё. Отопления в доме нет. Неделю назад она обессиленная выползла на улицу. Мои соседи подобрали её, подкормили. Нужно вывезти человека. Иначе она просто умрёт и всё. А вы её подкармливаете, кормите? Каждый день кормим. Её, собак кормим. Дело в том, что собаки живут же в доме. То есть она вместе с ними. Дом не отапливается, она вместе с ними спит. Это всё. А какая ситуация в Бахмуте? Вот только что был прилёт. Это такие часто бывают ситуации здесь? Ну, бывают, скажем так. Я как раз в магазин выходил и, получается, услышал, шёл по Мариупольской, услышал, как летят ракеты. Упал, они пролетели. Я встал, пошёл дальше, ещё раз услышал, упал. Погранились? Сосед за мной вышел тоже, упал. Слава Богу, живые остались. Трица-полтора назад прилёт, угол моего срезало. У соседа, да? У соседа. У меня окна, естественно, там всё у меня через дорогу. У него и окна, и угол, и ворота. Местные уже привыкли к постоянным обстрелам, а о так называемых освободителях высказываются однозначно. Видно, что от жизни, от домов освобождается. Пожалуйста. Это он, наверное. Кого жизни лишает, освобождает. Кого дом разграмливает, освобождает. Молодец. Он помощь снарядами, пулями, ракетами приносит нам. У меня бизнес свой был. Всё, некуда у меня бизнеса. У меня, допустим, мать больная. Мне её вывезти некуда. Все говорят, эвакуируйтесь, эвакуируйтесь. Куда я поеду? Куда я поеду эвакуируйся? С больной матерью, без работы, сейчас везде. Лук, картошка, морковь. Различные продукты, продуктовые наборы, где есть крупы, мука, консервы. Такую помощь для жителей Бахмута сейчас разрушают волонтёры. Это здесь крайне необходимо, потому что в городе продолжаются сильные обстрелы. И в подвалах и убежищах находится около 10 тысяч человек. Андрей родом из Черновцов. Развозит помощь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас мужчина привёз товар в двух микроавтобусах. Там всё необходимое для защитников Бахмута и местных жителей. Основная наша поездка – это к нашим парням-защитникам. Уже попутно, если мы видим, что у нас есть немного места, то везём и жителям. Парням везём не тыловым, а именно тем, кто находится, скажем так, на нуле. Также поедем в Лиман. Там нам подсказали, что нужны тёплые вещи. Ну и Харьковщина освобождённая. То, что сегодня привезли, это помогали собрать волонтёрские организации и люди. От многих людей помощь, потому что сейчас очень тяжело. Даже на такой маленький микроавтобус очень тяжело собрать. Среди вещей и продуктов видим необычные свечи – хендмейд. Волонтёры говорят, в зависимости от размера, горят от пяти часов до суток. Нам раскрывают секрет свечки. Сделать такую во время отключения электричества из-за масловых обстрелов может каждый. Это простая консервная банка разного формата. Режут такой гофрированный картон. Здесь лучше вот видно. Складывают такой змейкой по размеру этой консервы. Берут кусочек, вставляют как фитилёк туда и заливают всё, что есть. Воск, парафин. В зависимости от размера. Вот это может гореть двое суток. Это, возможно, будет день гореть. Ребята кладут так. Здесь два кирпича и можно сверху нагреть. А в блиндаже можно даже греться. Мы первый раз привезли ребятам. Им очень понравилось. Сегодня привозили. Ребята говорят, а есть ещё? Ещё привезите. За продуктами и хлебом возле гуманитарного штаба сразу выстраивается очередь. Сюда люди идут пешком, преодолевая расстояние от одного до пяти километров. Есть здесь и жители соседних сёл, например, опытного. А также люди из самого обстреливаемого района города – Забахмутки. Сюда всё нужно привозить и нужно. Вы понимаете, Забахмутка вообще отрезанная. Все мосты разбиты. Все сидят в подвале. Все поболели. Питание, крупы ещё как-то есть. Всё остальное не видим, не слышим. Местные жители говорят, что за последнюю неделю обстрелы жилых районов резко усилились. Объясняют это тем, что у россиян ничего не выходит на поле боя. Оттого и срываются на безоружных стариках и детях. Люди верят, что скоро вооружённые силы Украины смогут отогнать противника от города, и город снова оживёт.